здравствуйте друзья компания алям центр юридической защиты дмитрий кузнецок вас беспокоит приветствует как хотите смотрите интересный ролик здесь очень странно секвой кредит консолидейшн как правило изобилуют бестолковыми сотрудниками ну как большинство традиции соблюдать коллекторских служб но здесь я применил некий такой психологический трюк любимое что самое лучшее что хочет слышать человек это конечно свое имя и вот здесь я попытался ну конечно я сомневался что это имя настоящее но все-таки когда звучит имя человек невольно начинает слушать собеседника но здесь я применил вот этот приемчик такой простой и все-таки смог изложить этой девочки суть происходящего без перебиваний почти что но скрипт взял свое конечно скрипт ее поглотил отсутствие опыта думать своими мозгами взяло вверх но все-таки я успел сказать то что вы сейчас услышите я вам кстати рекомендую очень очень вдуматься в это все дело на фоне происходящих событий давайте вместе послушаем очень интересно на мой взгляд ну и конечно в конце ролика будет опросничек по старой нашей традиции поехали алло 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 кредит консолидейшн агентство по возврату долгов меня зовут Самойлова Ксения Олеговна Зинь по поручению райфайзенбанка разговор записывается Анна Валерьевна знакомы вам конечно знакомы вы брат это ваш номер телефона какой на который мы звоним 67 75 ваш номер в нашей семье все сим-карты на меня оформлены все до одной я имею ввиду вы им пользуетесь у нас полная демократия и я и все все и мать и отец и братья все то есть вы все вместе проживаете ну не так буквально в одном доме а я в другом городе а почему вы такие вопросы задаете а с Анной Валерьевной нам как связаться она может ответить по данному номеру телефона или нет она не хочет а что почему она не хочет ну просто не хочет нехочунчики у нее бывают хочунчики а бывают нехочунчики а если официально гражданское право это ее разговаривать с тем с кем она хочет разговаривать а задолженность она не собирается выплачивать тоже не хочет какая задолженность она не брала ничего в райфайзенбанке точнее так райфайзенбанке ничего не давал ну как это ну как вот обыкновенно вот констатация факта нет документов она обращалась в райфайзенбанк по этому поводу что ей поступают звонки из-за того что у нее имеется задолженность райфайзенбанке она там ничего не брала ну это же мошенничество нет если бы райфайзенбанк ей что-то дал и подтвердить смог бы это документами а именно договор предоставить оригинал договора который она подписала тогда конечно это нехорошо а если человек ничего не брал а и банк это подтвердить не может тогда это мошенничество со стороны банка вымогательство точнее а не мошенничество вот я и говорю значит если она не вот видите мы с вами на одном языке разговариваем конечно да замечательно меня волнует почему тогда Анна Валерьевна не идет в банк а зачем я туда ходить а зачем ну вот смотрите допустим я вам сейчас скажу что вы мне должны деньги и буду ждать от вас кого-то попрошу чтобы вам звонили вы будете хохотать пить чай и спокойно себя чувствовать потому что говорить будете какой-то дурак требует с меня просто голосом деньги а я у него ничего не брал у него даже ни одного документа нету у вас же нет документов у банка тоже не есть документа да не 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 давайте про кредитную историю а Itu вот этоら вот и называется какой-то дурак звонит и рассказывать какие-то сказки ну уж извините на вашу как бы сторону это не раскрываются Пускай тогда Анна Валерьевна сейчас попробует кредит взять ей отказываться так нет но это сказки сказки так не брала она ничего у банка и банке ничего не давала сейчас информация за должности райевайзенбанку в Айзенбанке есть. Нет, ну это, у меня, давайте так, вам если так непонятно, давайте так, вот как ваше имя, отчество? Меня зовут Самойлова Ксения Олеговна, Ксюша, пожалуйста, смотрите, да, 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 вот именно. Смотрите, я сейчас вам заявляю, точно так же, да, вот представьте себе только, давайте абстрагируемся от того, что вы мне позвонили, как будто я вам позвонил, узнал там всеми правдами и неправдами, ваш телефон и говорю вам, Ксюша, Ксения, вы мне должны деньги. Если не отдадите, испортится кредитная история, я с вас требую, у меня есть документы, что вы мне должны. А вы мне что скажете, Ксения? Слушай, чувак, с тобой все нормально, иди башку лечи, и если ты думаешь, что я тебе что-то должна, ты докажи сначала, предъяви мне документы, расписку, расписку, где я расписалась. Вы же мне так скажете, Ксюша. Я так всегда говорю. А у вас будут мои паспортные данные, вот мое полностью досье? Это легко, так а что? Ну подождите, самое главное, самое главное должна быть ваша роспись, Ксюша, где вы подписываетесь четко, конкретно своей рукой на расписке, что вы должны. А паспортные данные, это чепуха, и вы понимаете, что при определенном старании их найти можно легко и везде. Вы же нашли где-то паспортные данные. Райфайзингбанк где-то же разыскал паспортные данные моей сестры. Сделал это. В конце концов, Райфайзингбанк мог их украсть, даже не воровать, а просто моя сестра могла открыть счет в банке, на который поместила ту самую сумму, которую сейчас с нее требует банк. У банка там что-то короткое замыкание произошло, и сейчас у банка есть документы, только лишь такие, которые подтверждают, что моя сестра открыла счет, на этом счете оказались деньги, а потом перевела эти деньги на другой счет. Послушайте, я вам хорошие вещи рассказываю. И доказать, что на этот счет, который открыла моя сестра в этом банке, именно банк перевел деньги, у банка не получится, потому что у него нет таких доказательств. Есть четкий счет на мою сестру и поступление на этот счет. Понимаете? А потом перевод с этого счета еще на другой счет моей сестры. Все. Договора, в котором четко конкретно сказано, той самой расписки, Ксения, той самой расписки, где написано, что моя сестра воспользовалась деньгами, взяла эти деньги. Нет! Нету у банка, причем не только у Руфа Зинка, не у одного. В октябре Анна Валерьевна вроде собиралась оплачивать эту задолженность, просто ей нечем, она объясняла свою ситуацию. Да она, она глумилась, она прикалывалась. Так же, как вы можете, Ксения, глумиться. Вы мне можете говорить, дай-ка я сейчас это на дебилу, который мне требует деньги просто так, надеясь на мою глупость. Скажу что-нибудь, что пускай он в надежде походит, в надежде, обнадежу его. Раз обнадежил, этот дебил ходит, такой думает, сейчас она мне отдаст. А Ксения раз потом, что не отдаешь? Я бы свою жизнь про своих детей, про мужа точно не стала рассказывать никому, если бы мне это было неинтересно и было бы смешно. А это зачем сейчас? Я не вижу, чтобы ей было смешно. Она рассказывала про свою ситуацию. Вот представляете, вот, вот, вот. Что живет с мужем, с ребенком, что муж работает. Ну, у человека артистические способности. И это все, понимаете, Ксения, это все, ну, извините за выражение глупости, четко, конкретно. Я утверждаю, что вы у меня взяли деньги, Ксения. Ну, послушайте. Ксения, пожалуйста. Хорошо, это не правда? Она проживает ни с мужем, ни с ребенком? Да какая, ну, хорошо, пускай правда, пускай неправда, но это никакого дела отношения к делу не имеет. Она не брала. Она не говорила. Анна Валерьевна сказала, что ей нечем платить. Так она, может, даже и не Анна Валерьевна была. Кому вы там звонили? Вы точно так же, как ошиблись, что она брала, так вы, может, по ошибке... Натурождение назвала... Да может быть, точно так же, как и Данна. Да нет, это не является идентификацией. При открытии счета Анна Валерьевна сформировала кодовое слово в банке. Хорошо, мы не с ней, да, разговаривали. Охрененно, вы знаете, с кем мы там разговаривали. Бывало и с ней, а она, понимаете, она в самодеятельности всю дорогу принимает участие, и очень интересно. Знаете, принимать какие-то на себя личины, личины должника, допустим, ну, репетиция. Но вы поймите простую вещь, вы там все поймите, что нет у вас доказательств, кроме ваших вот этих вот наездов бесполезных. Конечно, на пенсионеров это действует. Но стоит чуть-чуть разобраться в ситуации, просто приходишь в банк и говоришь, покажите мне договор оригинал, а сотрудники скажут, у вас есть копия. А на хрена мне ваша копия? Нет, я просто утверждаю, не брал, нет никакой копии. Ничего не подписывал. Вы докажите, мою виновность. У них нет этого договора, Ксения, запомните, и никогда не будет более. Потому что после того, как человек якобы взял кредит, то есть подписал документы, какие-то там, этот договор через три дня в Центробанке оказывается. Вот и все. И больше никогда не возвращается обратно в банк. А знаете почему? Потому что есть так называемая частичная реализирование. Не на каждые 50 тысяч прописаны. Завтра позвоним. Ну, конечно же, она положила трубку, потому что для нее это уже тяжелая артиллерия, неподъемный вес. Она услышала, что это далеко за ее компетенцией сдалась. Ну, а я вам, друзья, объясню, потому что вы все умеете слушать. Да, кстати говоря, на канале есть и коллекторы, и они пускай послушают. Так вот, я начал вести речь о частичном резервировании, так называемой. Есть термины такие внутренние между банками, ну и в том числе в отношениях между Центральным банком и Коммерческим банком. Центральный банк – это коммерческая структура, грубо говоря, фирма ОООшка. Ну, если уж совсем по-простому, Коммерческий банк – то же самое. У Коммерческого банка в лицензии не прописано ничего, вы не найдете. Может легко скачать лицензию любого банка, ни в одной лицензии вы не найдете термина кредитования физических лиц. В этой связи они не имеют этого, не имеют права этого делать. В Акведах, в выписке с налога вы тоже не найдете в основном виде деятельности Коммерческого банка кредитования. Кредитовать вас может только Центробанк. Но делает он это за счет посредников, за счет Коммерческого банка. И вот и всего-то навсего. Ну и далее, знаете, это отдельная история. Я как-нибудь запишу прям целый ролик на эту тему. Но так или иначе, то, что вот здесь в ролике звучало, так и есть. То есть, получив от вас кредитный договор, ценную бумагу, Коммерческий банк ее тут же передает в Центральный банк. И всего-то навсего. Потому что Коммерческий банк вас не кредитует. Вам выдал, ну точнее так, совсем грубо деньги получил Коммерческий банк от Центробанка. Причем по ставке того самого частичного резервирования. На каждые 50 тысяч в кредитном договоре в любом Коммерческому банку из резервов Центробанка переводится миллион рублей. Ну, это примерно, так, примерная пропорция. Теперь подумайте, кто кого кредитует-то на самом деле. Вы, ставя роспись в кредитном договоре, даете Коммерческому банку возможность получить на каждые подписанные вами 50 тысяч 1 миллион рублей. Глупо говоря, если вы подписали договор на 500 тысяч, Коммерческий банк получает в свое распоряжение соответственно, сколько? 5 миллионов рублей. Ну, так вот. Ой, простите, 10 миллионов рублей, да, ошибся. Ну, и, естественно, далее может уже спекулировать этим вот, этой возможностью. Такая вот ситуация, друзья, ничего сложного в этом нет. Это все легко и просто проверяется посредством интернет при определенном усердии, усидчивости и так далее. Для кого-то это может быть новость. Ну, давайте опросничек подвесим. Если для вас это новость, это для вас или не новость, то, что я сейчас рассказал. Опросник выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Ну, а те из вас, кто ошарашен данным конкретным фактом, либо, может быть, уже знал давно вот этой существующей, существующем раскладе, ну, не знает, как поступить, да просто-напросто нужно брать и себя юридически обкладывать определенным пакетом документов, проводить комплекс мероприятий и создавать условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Хотя и в этом случае претензии голословные со стороны банков. Можно элементарно ситуацию вывести в вашу пользу. И мы этим давным-давно уже занимаемся и очень-очень успешно. Компания Алян к вашим услугам. Хотите узнать, как мы это делаем? Да, пожалуйста, ссылочка на наш сайт в описании ролика. А также имейте в виду, что на сайте на нашем есть видеопрезентация. То есть не просто какие-то буквы, цифры, а именно конкретно видеопрезентация, где я рассказываю полный алгоритм работы кредитных юристов компании Алян. Посмотрите, пожалуйста, не поленитесь. Если вам не нужно будет помочь во всех ваших вот этих вот, на первый взгляд, страшных, ужасных делах, то мы совершенно спокойно переквалифицируем эту вашу проблему в статус задачи и, конечно же, решим ее на 5 с плюсом. Но единственное, чтобы мы с вами были на одной волне, как говорится, пожалуйста, посмотрите видео на сайте. Мы специально выложили видео, потому что многим нужна консультация, но мы физически не можем давать консультации всем-всем-всем, кто в ней нуждается. Деньги мы за консультацию тоже брать не хотим, а вот видео сформировано именно так, чтобы каждый из вас мог понять, что мы на самом деле можем вам предложить. Но если уже после просмотра видео вам будет непонятно, что там, мы обязательно с вами свяжемся. Вы сами можете нам позвонить, оставить заявку на наш звонок и, конечно же, задать оставшиеся вопросы, которых будет гораздо меньше до того, в сравнении с тем периодом, когда вы еще не смотрели это видео. Ну, в общем, посмотрите, друзья, и мы вам поможем. Если вам нужна юридическая защита, пожалуйста, обращайтесь. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алян. Всего вам хорошего, дорогие мои, счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания.